Привет зритель, ставим лайк и поехали! Семен оставил молодую жену с двумя мелкими детьми. Тяжело было Наталье расти Тигря и Павла. Между ребятами два года разницы, а одежду и обувь носили одинакового размера. Попробуй всего купить, когда даже тапочки горели после дворового футбола, а из штанов и из рубашек вырастали так быстро. Мужчины звали Наталью в любовницы, а не в жены, потому что хоть и была женщина красивой, с тоненькой талией, большими синими глазами, однако никто не хотел к чужим детям идти. Разведенные мужчины с ее работы скрипели зубами, когда своим алименты платили. Когда к Наташе начал ухаживать бывший одногруппник, который так и не успел жениться, сыновья устроили бойкот, мать они любили и очень ревновали, чтобы порог их квартиры не переступил чужой дядя. «Разве мы тебе не помогаем, мама?» – оправдывались ребята. «Мама, мы всегда будем о тебе заботиться. Это вам теперь так кажется», – вздыхала Наталья. Сыновья выросли, оба из дома ушли. Старший уехал к жене в соседнюю область, младший живет в пригородном селе. Наталья осталась одна. Невестка, когда Наталья приезжала, злилась на нее за ее советы, думала, сама все знает. После очередного разговора начала ездить к Игорю изредка, по большим праздникам. И к Павлу редко ездила, чтобы и там не надоедать. На днях сломалась стиралка. Наталья попросила Костю, сотрудника с работы, помочь. Согласился. «Можно рассчитаться варениками или борщом», – сказал он, когда закончил. «Шутите?» «Нет, живу сам, готовлю плохо». Наталья стеснялась кому-то сказать, что встречается с Костей, а сыновья, узнав, снова не разговаривали. «Внезапно она заболела, сил совсем не было и болело все тело». Позвонила сыну. «У нас гости, подожди до утра», – и бросил трубку. Костя приехал с знакомой, которая работала на скорой. Утром позвонил Павел. «Обо мне уже позаботились, сынок». «Кто он?» «Я только ему нужна, наверное», – сказала Наталья. «А он мне». Сын бросил трубку, а Костя улыбнулся и пошел готовить чай. А что вы думаете о таком поступке сыновей? Делитесь своими мыслями в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроум на страничке в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.